Вы слушаете разговоры СТП, адекционный подкаст интернет-резания Степ. Сегодня мы говорим про смену профессии, бесконечное образование и гибкость. У нас в редакции два гостя. Добрый день, меня зовут Мария Гайдук, я HR-менеджер PepsiCo Центральной Азии. Всем привет, меня зовут Асем, я являюсь директором по развитию и маркетингу проекта Винотека. Меня зовут Гулинар Нурсбай, я главный редактор СТП и ведущая сегодняшнего эпизода. Поехали! Изначально, когда формировалась тема, я говорю, ну вот, молодые люди такие непостоянные и все такое, почему это происходит, почему они все время меняют работу. Лаура говорит, да это же ясно-понятно, почему это происходит. Но они молодые, они себя ищут, зачем, что тут разбираться, грубо говоря. Но тем не менее, будет интересно услышать ваше мнение, что вы думаете на этот счет, согласны или нет, и почему. Но в целом молодое поколение, оно характеризуется тем, что ищет себя, пробует что-то новое, ошибается, пробует снова и так далее. И в целом это нормально, да, то, что молодое поколение пробует и постоянно перебирает то, что лежит в зоне интереса. Помимо того, что это свойство молодых людей, среда меняется сейчас, скорости увеличиваются, скорости обмена информации. Мы все говорим о вуко-мире, да, о том, что мир стал нестабильным, неопределенным, сложным и таким неоднозначным. И это тоже диктует определенные требования к молодому поколению, создает определенный контекст, в котором они находятся. Потому что, например, раньше для того, чтобы есть такое исследование, что когда телевизор изобрели, для того, чтобы 25% населения Америки получили его в доступ, да, в пользование, проходило там, по-моему, 46 лет. Там радио 37, сейчас могу путать цифры, ну, просто чтобы порядок понимать, да. А смартфон занял уже там 16 лет. А ТикТок мы все там наблюдали, там, порядка двух лет, да, для того, чтобы большинство людей стали с этим знакомы и стали этим пользоваться. Поэтому вот эта скорость обмена информацией, скорость освоения технологий, она увеличивается. Естественно, даёт новые возможности для молодых людей. Они могут наблюдать новые профессии, там, блогер, история успеха, просто суперкороткие, да, истории успеха, суперуспешные. И, естественно, они, вот эта возможность, да, изобилие возможностей, оно подталкивает, да, молодых людей к каким-то новым желаниям, новым амбициям, к новым поискам. Но я, как представитель международной компании, да, корпорации крупной, могу сказать, что интерес молодого поколения как раз к корпорации международным не ослабевает. Они интересуются, они апплицируются на роли в нашей компании. Связано это с тем, что они хотят получить качественный опыт, да, международного уровня, понимая, что это им даст, что это будет хорошей школой, независимо от того, как дальше они выберут продолжать свою карьеру. И здесь как раз перед крупными компаниями стоит вопрос, как привлекать, как удерживать, как развивать молодых людей вот с таким новым условно сознанием, новыми ожиданиями. И для этого создаются разные программы, как привлечение, там, стажировок, постградиот-программы. Там PepsiCo Go у нас есть, Breakout. Как раз для того, чтобы создать такие условия для молодых людей с разным интересом и разными ожиданиями, чтобы они могли построить успешную карьеру в рамках корпорации, в рамках компании. Что касается молодых людей, непостоянных, я не совсем с этим согласна, потому что работала в разных сферах и замечаю, что не всегда даже молодые люди рискуют что-то изменить, потому что мир, он такой изменчивый и непредсказуемый, и иногда кажется, что есть страх. Кажется, что вот вдруг что-то не получится, и не все рискуют на самом деле. И как минимум молодые люди, вот я с ними тоже общаюсь много, они как минимум год стараются проработать в какой-то одной компании, потому что понимают, что вот эти вот прыжки туда-сюда не очень хорошо будут сказываться на их имидже, скажем так, в будущем в лице работодателя, когда работодатели с ними будут общаться. Поэтому не совсем согласна с тем, что они непостоянны. И интересно, что для молодых людей деньги – это не приоритет. То есть самое главное – это отношение, атмосфера внутри коллектива. Самое главное, чтобы они могли реализовать свои навыки, какие-то знания, применить в той сфере, куда они пришли. В принципе, надежные, трудолюбивые, постоянные. Конечно, есть ребята, которые туда-сюда скачут. Я в силу своей работы тоже принимала участие при приеме на работу тех или иных сотрудников. И были такие ребята, у которых резюме каждые 2-3 месяца смены работы. Конечно, ты думаешь, ну, как бы до свидания. Не можешь серьезно рассматривать такого кандидата. Наверное, может быть, он немножко сам по себе проблемный, или у него есть проблемы в коммуникациях, допустим, не уживается. Ну, это уже немножко другой вопрос, но как бы так. Я поддержу, да, как HR, могу сказать, что действительно, естественно, при приеме на работу обращается внимание на срок, сколько человек проработал, потому что понятно, чтобы показать результат, должен пройти определенный цикл. Ну, там, и в большинстве проектов это год, даже больше, потому что есть шлейф предшественника, и то, что после тебя будет через какое-то время. Потому что обычно год-полтора – это как раз тот период, который считается минимальным для того, чтобы быть значимым для опыта. Это классно, что вы упомянули, потому что у меня был изначально такой вопрос. Вот у меня подруга, с которой я живу, она очень продумывает свою карьеру, и ей всегда кажется, вот она говорит, «О, Боже, Гульнара, я там проработала в этой компании 9 месяцев и собралась уходить. А что будет с моим резюме? Они увидят…» Ну, она очень сильно вот прям готовится там к каким-то собеседованиям, и для неё это суперважно. И мне вот тоже хотелось услышать, какой вот есть такой минимум, когда… как бы нормальный минимум, когда HR видит и говорит, «Ну, этот человек ещё в адеквате». Ну, на самом деле адекватность, она не по резюме, да, оценивается. Смотрите, ну, обычно более, скажем так, не то, что снисходительно, но понятно, да, когда молодой человек меняет часто место работы. Он ищет себя, пробует, пошёл в локальную компанию, пошёл в международную, маркетинг, нет PR, нет HR, нет всё-таки маркетинг и так далее. Поэтому немножко проще, там, люди условно до 30 лет, если они меняют работу, то к этому более снисходительно, да, относится. Либо бывают ещё тоже периоды, когда человек долго проработал в какой-то компании, у него есть хорошая такая история, успех, хорошая, трек-рекорд, то, что называется, и после этого он начинает пробовать себя. И, например, после, там, 9-12 лет в какой-то компании он год поработал в одной, полтора в другой, и ещё год в третий. И вот здесь вот уже, ну, ему уже понятно, там, больше 30, точно, вот. Вот, и здесь тоже такой поиск и адаптация, да, потому что он ищет, но здесь тоже есть, там, чувство меры. Если таких компаний набирается, там, условно, больше трёх, то, наверное, что-то он не смог для себя найти и уже так с настороженностью смотрит. Ну, обычно ещё всегда на интервью должны задавать вопрос причины ухода, потому что бывает, что человек не по своей вине, да, компания закрылась, там, филиал переместился, переехал и так далее, да, поэтому это тоже является фактором. Ещё одно распространённое мнение – фриланс стал популярней. Вот есть ощущение двоякое. С одной стороны, кажется, как будто все стали фрилансерами, особенно после пандемии, все такие, всё, я стою из дома, я понял, что я могу так работать, я уволился со своей основной работы и беру какие-то заказы. Но с другой стороны, я, глядя на то, насколько популярны те же материалы про какие-то возможности, стажировки, вакансии в крупных компаниях, понимаю, что со стороны молодёжи очень большой всё равно интерес есть, сохраняется к крупным корпорациям. И вот как вы думаете, всё-таки кого больше, тех или вторых? Ну, мне кажется, каждый человек в разный период времени может выбирать разный путь, да, и пробовать, искать то, что ему комфортнее. То, что там в 25 лет кому-то комфортнее, не факт, что так же будет в 35, например, и наоборот. Да, поэтому в этом нет ничего страшного, что люди меняют направление, уходят из компании, приходят в компании и так далее, да. Ну, как бы это естественный процесс, абсолютно нормальный, здоровый. Здесь вот нужно, о чём коллега упоминал, быть смелым, да, не бояться пробовать новое. То, что касается выгорания и увольнения по причине ментал каких-то особенностей, проблем, здесь, на самом деле, интересно в этом исследовании, вы упомянули миллениалов, но интересно по старше поколения, как у них обстоят дела. Думаю, что это в целом проблема всех, независимо от того, сколько лет, потому что, опять же, вот эта скорость, да, увеличивающаяся информация, точно так же и профессии, да, и это интересно, и это, и кружок по фото, ещё и петь охота, да. И вот здесь как раз новые навыки выходят на первое место для того, чтобы человеку оставаться работоспособным, эффективным. И здесь ситуация следующая, что каждому человеку нужно с этим как-то, ну, подумать об этом, где его ресурсное состояние, где он черпает энергию, где он её тратит, да, как он может этим управлять. Этим нужно научаться управлять, да, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы всегда быть в ресурсе. И если ты его вдруг потерял, знать, откуда ты можешь это найти. И, ну, опять же, на примере международных компаний я могу сказать, что компании, озабочены этим вопросом, и они и так все проводили регулярные опросы в виде Organization Health Survey, ОИЧС, какие-то другие замеры, да, для того, чтобы понимать, как себя ощущают и чувствуют сотрудники, насколько им комфортно. И по итогам вот таких опросов устраиваются фокус-группы, где сотрудники более детально общаются на наиболее, по поводу наиболее болевых вопросов, болезненных таких тем, и сами же предлагают какие-то пути решения. А что может сделать компания для того, чтобы им было лучше, комфортнее? Хотелось бы добавить, да, что вот как не потерять энергию? На самом деле просто надо избавиться от смартфона после работы, да. Просто почему даже то же самое выгорание происходит? И действительно, поколение здесь ни при чем. Просто такое время мы сами не понимаем, что мы работаем непрерывно, практически 24 часа в сутки, да. То есть мы можем читать почту там в 7 утра, мы можем обсуждать в рабочем чате какие-то, да, вопросы там в 11 часов ночи, и мы не понимаем, что мы вот это время все работаем. И не переключаемся на отдых, на что-то другое. Соответственно, человек уже выгорает. Вот на мой взгляд, это тоже приводит до какого-то выгорания. Нам надо научиться всем, потому что я уверена, что мы все этим страдаем. Просто действительно отключать телефон, находить время для семьи, для хобби, для чего-то другого. Даже просто там побыть наедине с собой, но подальше от гаджета. А еще меня пугает в этот момент то, что настолько сейчас популярна тема постоянно развиваться, развивайся, проходи курсы, делай то, делай это. Человек уже просто не может ограничиваться своей работой, ему приходится учиться после работы. После работы, допустим, я остаюсь и слушаю курс по тому, как вести подкасты. Или после работы я изучаю SQL или какой-нибудь питон, чтобы нарастить какие-то навыки, благодаря которым я могу завтра куда-то, возможно, перейти или расширить пул своих навыков. Но это же такое убийство, мне кажется, это... Это стресс, мне кажется, на самом деле для человека. Но в последнее время я подумала о том, что, в принципе, не обязательно же всем быть успешными. То есть вот эта теория успешности, которую всем навязывают, и люди от этого действительно, просто от одной этой мысли, что надо быть успешным, входят уже в какой-то стресс. И на самом деле надо расслабиться, надо быть не просто успешным, просто надо заниматься тем, что тебе нравится, и всё. В этом будет твой успех, мне так кажется. Надо всем сейчас эту мысль как бы в голову немножко сажать. Ну вот всё упирается в знание себя. Знай себя. И меньше смотри в социальные сети, на коллег, друзей, потому что понятно всё, что люди постят. Это не есть правда жизни. И у каждого свой путь. И действительно, вот как я уже говорила, очень важно всё больше и больше себе внимания уделять в плане того, чтобы понимать свои сильные, слабые стороны. И вот про обучение действительно есть исследования. Ну это, в принципе, и так очевидно, что раньше было понимание, что есть определённый период жизни, где-то примерно до 25 лет, такой пик образования, когда ты инвестируешь в себя, максимально учишься, и потом ты строишь свою карьеру. А сейчас уже становится понятным, что, опять же, при этих скоростях изменений этого абсолютно недостаточно. И многие сотрудники учатся, вот как вы, параллельно со своей работой, со своей успешной карьерой. Кто-то берёт паузу, останавливают работу, и получают образование дополнительно, и продолжают дальше строить свою карьеру. Но в целом становится понятно, что вот этого одного пика недостаточно. И оно постоянно, да, оно может происходить просто разной интенсивности, но в целом мы говорим про обучение длиной в жизни. Lifelong learning, да, который сейчас тоже на слуху. И я думаю, что это с нами будет, и нам надо просто с этим, опять же, научаться вместе жить и стараться получать удовольствие от этого. Возвращаясь к теме фриланса, Асем, был ли у тебя этот опыт? Да, у меня был такой опыт в течение года. Он произошёл после такого выгорания на работе. Просто, получается, я была руководителем, ну, топ-менеджером в компании частной. И через три года у меня наступил момент выгорания из-за того, что на самом деле мне хотелось делать многое, всё было интересно. И в итоге у меня возникла многозадачность, расфокусировка, которая привела меня к тому, что я, ну, правда, на работе по 20 часов, наверное, проводила, и больше ничем не занималась, кроме работы. Мне очень нравилась моя работа, я её любила, но, к сожалению, вот именно физически и морально уже как-то не было как будто бы сил. Я просто ушла. Ушла, и в течение года даже попросила родителей, пожалуйста, не беспокойте меня, да, когда я выйду на работу. Вот когда посчитаю нужным, тогда и выйду. И в течение года просто по два часа в день только работала, занималась консультационными услугами, там по СММ, продвижению, да, там по рекламе, чему-то ещё. Этим зарабатывала и классно жила. Но в основном я отдыхала и, ну, вот ходила в горы, читала, да, какие-то бесконечные мастер-классы посещала. И на самом деле, вспоминаю это время с теплотой, я считаю, что это одно из, один из классных опытов в моей жизни. Но, конечно, потом, через год пришло время, ну, как через год. Уже через год ты понимаешь, так больше не можешь продолжаться и думаешь, о, теперь пора выходить на работу, отдохнула. И, в принципе, предложение само нашло меня, и я вышла на работу. Были уроки, которые ты извлекла из этого опыта? Я считаю, что фрилансером нужно быть, ну, как бы попробовать это в своей жизни, однако не до 30 лет. Вот действительно лучше после 30 лет. Я молодёжи посоветовала бы, на самом деле, начинать свою карьеру в хорошей международной компании, либо в какой-то крупной компании, где есть корпоративная культура, да, корпоративная этика, все вот эти вещи там, обучающие, какие-то плюшки, да, для всех сотрудников, для команды, потому что тогда у человека будет какое-то структурированное понимание, вообще, как правильно, да, должно быть. Вот без этого, ну, с этим опытом дальше ты можешь хоть куда идти, хоть что делать, даже быть фрилансером, и ты будешь структурированный такой. А, Сема, не было ли мысли остаться и продолжить работать в таком режиме? Ну, я, наверное, это время рассматривала больше как мини-отпуск, да, для себя. Ну, не мини, такой длинный отпуск. И на самом деле, нет, не хотелось. Почему? Потому что, когда ты фрилансер, да, у тебя очень много всяких интересных плюшек, но хочется быть частью чего-то глобального, да, или какой-то цели, или достижения какой-то большой, ну, результата. А когда ты фрилансер, ну, как-то ты этого не можешь достигнуть. Мне как... Это моё личное мнение, да. Фрилансер — это же человек не индивидуальный, ну, как... Сам по себе. Сам по себе. Да, у него нет команды, да, он сам по себе. И такие цели, микроцели достаточно. Хотя вопрос заработка, кстати, зарабатывать можно гораздо больше, потому что ты можешь набрать кучу проектов и зарабатывать больше, и иметь больше свободного времени. Но мне именно хотелось быть причастным к чему-то такому большому, наверное, поэтому я всё-таки вернулась опять в работу. Я думаю, что, ну, как бы каждый человек, опять же, выбирает сам то, что ему ближе. И это нормально, когда он пробует что-то. Но обычно, знаете, как из серии... Компании тоже разные есть. В компаниях есть разные отделы, где можно по-разному проявляться, разные функции. И из серии, если человеку не очень комфортно, обычно, чем больше компаний, тем больше таких возможностей перемещения внутри. Можно понаблюдать, условно, если... Условно, ты бухгалтер, и тебе, например, не очень комфортно с этим, ну, ты можешь попробовать потихонечку, возможно, с понижением, но сделать переход в ту функцию, где, например, больше активности, больше общения. И наоборот, да, если ты устал от этого, ты можешь всегда попробовать перейти в другую функцию. Это круто, если компания даёт такую возможность, потому что я ушла из финансовой сферы, потому что такой возможности не было. Говоря вот про перемены, есть ли какие-то механизмы адаптации в новой среде, в новой сфере или в новом коллективе? Я думаю, что это немножко разные вещи, вы меня подправьте. Ну, в моём понимании, механизмы адаптации существуют, да, адаптации физической, там, ментальной, эмоциональной. На всех уровнях у нас организм такой, что мы приспосабливаемся, да, ко всему. Здесь вопрос, что попадая в любом случае в новую среду, там, переезжая в новую страну, переходя в новую компанию, просто меняя коллектив, переходя из одного, условно, там, кабинета в другой, где уже сидят другие люди, нужно, они включаются, многие из них включаются автоматически, я думаю. И здесь очень важен навык наблюдения, да, и вообще в целом навык собирать информацию, не бояться задавать вопросы, узнавать, интересоваться, а как у вас происходит, а как организован этот процесс, а что нужно делать в такой ситуации и так далее, да. Не нужно бояться при любом изменении больше и больше искать информацию для того, чтобы чувствовать себя увереннее и чтобы понимать лучше контекст, в котором ты оказался, да, именно это, условно, право новичка, да, ты пришёл новенький, поэтому, в принципе, все готовы будут тебе помочь рассказать, как здесь заведено и как организованы процессы. Плюс существуют определённые инструменты, помогающие это сделать, там, условно, адаптационный план. Есть ряд инструментов, есть бадди, да, это такой товарищ, который тебя проведёт, там, расскажет, где здесь пообедать, там, какие-то такие социальные вещи. Мне просто интересно, это назначается каждый раз какой-то один из сотрудников, или это прям должность такая. Отдельная. Нет, это сотрудник, у которого есть своя другая прекрасная работа, но он на добровольных началах, для того, чтобы больше чувствовать, ну, такое внутреннее вознаграждение, что он помог новичку, да, он готов быть бадди, у нас даже есть портал бадди, там можно выбрать себе бадди, вот, не знаю, по каким-то другим, по фотографии, например, приходя в какой-то отдел, или там, приезжая в страну, вы можете выбрать бадди, и он вам расскажет, ну, и он не, это вообще человек из другой функции, абсолютно, да, например, но он вам расскажет какие-то вещи, в общем, связанные с компанией, социальной жизнью этой компании, как заведено, какие есть, может быть, какие-то негласные вещи, куда ходят на обед, как ходят на обед. И вот с Марией соглашусь в той части, что действительно, когда ты приходишь в новую сферу, секрет успеха любого человека, это не просто фокусироваться на своей работе, а стараться узнать как можно больше, да, там, 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 ну, допустим, я пришла в какую-то компанию, там, допустим, моя задача только консультировать, да, клиентов, а я пойду и посмотрю, как работает касса, где расположен склад, а как работает там кухня, да, допустим, что-то еще, а почему здесь так, а здесь не так, именно такие люди, ну, как не любопытные, любознательные, да, любознательные, вот, как правило, они очень быстро достигают успехов. Например, у меня была коллега, там, я работала менеджером, она работала кассиром, но совершенно новый человек с маленьким опытом работы, и настолько была любознательная, подходила ко всем постоянно, а что мы там делаем в компьютере, а это что, а это, почему здесь так, а тут так, и кто-то ей говорил, что ты лезешь в нашу работу, делай свою, допустим, да, а нет, ну вот, зато благодаря такой любознательности, да, там, она сейчас заместитель директора филиала банка, допустим, в свои там молодые годы, да там ей 30 нету, потому, я ей сразу сказала, слушай, ты такая прям любознательная, ты точно станешь топом, это вот как-то читается сразу в людях, я просто как-то читала книгу про прекариат, и я помню, что там была вот часть про Японию, помните вот эти истории про то, как в Японии от переработок людей самоубийством жизни кончают все дела, вообще после прочтения книги было ощущение, что вот корпорации владеют миром, они жестко эксплуатируют людей, а сейчас вот как будто это немножко меняется, расшатывается, да, и становится как-то немножко в сторону потребности, не только того, что компания хочет, вот ты такой классный, вот ты работаешь в нашей компании, а типа, а что тебе нужно вообще, а может быть мы тебе компьютер привезем домой, или кресло, такое было во время пандемии, да, забрать кресло из-за сосу. А еще самое классное, что и как бы работники, они тоже говорят о своих желаниях, раньше такого не было, да, лишь бы меня взяли, ну это в смысле давно когда-то там, либо ты по распределению куда-то попадал, да, и ты там все работаешь, там никто тебя не спрашивает, что ты хочешь, что ты не хочешь, а либо, например, там в период безработицы, лишь бы куда-то зацепиться, но сейчас такого нету, как бы такой ситуации, и люди наоборот интересуются, а что компания может предложить мне, да, в той же самой там вопросах мотивации, да, еще чего-то, поэтому люди спрашивают, я думаю, тоже поэтому и бизнес, и компания, они тоже адаптируются по этой причине, то есть есть диалог все равно какой-то. Абсолютно верно, да, диалог есть, и без него нет успеха, да, компании не нужны уставшие, замученные сотрудники, которые вот умирают на работе, да, всем нужны работоспособные, радостные, потому что уже до 100 раз доказано, что находясь в позитивном настроении, да, человек там более продуктивен, эффективен, креативен, и так далее, да, здесь вопрос как раз диалога, да, чтобы сотрудники высказывались, да, и компания их слышала, для этого есть определенные инструменты, есть каналы этого общения, и формируется такая среда, которая абсолютно вин-вин, да, и всем хорошо. Кстати, на днях где-то прочитала в статье тоже, заботитесь о ваших сотрудниках, и они позаботятся о вашем бизнесе, все просто. Большое спасибо, что вы пришли, поделились своим опытом, я надеюсь, что это будет интересный эпизод для наших читателей, и до скорых встреч!